Полное описание и точная дата выхода с первой по восьмую серию нового российского сериала «Рикошет». Премьера нового сериала стартует на телеканале НТВ с 6 апреля. Серии будут выходить по две в день. Первая и вторая серия. После криминальных разборок в лихие 90-е, Артём Волков, симитировав собственную смерть, уезжает жить в Швецию. Все, включая родителей, считают его погибшим, только младшая сестра Ника знает правду и поддерживает с Артёмом связь. Спустя 22 года после тех событий, Ника сообщает брату о смерти родителей. Сделав фальшивые документы, Артём приезжает на родину. Теперь его зовут Денис Роченко, и у него новое лицо. Узнав от сестры, что в гибели родителей виновен Стасик, племянник самого влиятельного человека в городе, Константина Седова, Артём его выслеживает и требует рассказать полиции правду о происшествии. Ему важно реабилитировать имя отца, на которого повесили вину за аварию. Парень Ники, следователь Павел Белов, догадавшись, что перед ним Артём Волков, решает его арестовать. Стасик, следивший за Артёмом, пытается убить их обоих, но Артём его опереживает и расстреливает всю их компанию. После этого он отвозит раненого Павла в больницу. Несмотря на требования Ники уехать, герой решает остаться, чтобы защитить сестру. Третья и четвёртая серия. Весть о смерти племянника потрясает Седова. До этого никто не решался бросить вызов его семье. По его приказу убийца Стаса ищет весь город. Денис понимает, что рано или поздно эти поиски приведут бандитов к Нике. В этот момент он должен быть рядом, чтобы защитить её. В Москву прилетает знакомая Дениса Артёма из Швеции, чтобы продать компромат на него, Льву Гранцкому. Ночью в её гостиничный номер, усыпив хозяйку, проникают помощники Гранцкого и скачивают всю информацию из ноутбука и телефона. Бывшие партнёры Тёмы Волкова, заказавшие его 22 года назад, выясняют, что новый Волков две недели назад умер в Стокгольме. Артём тем временем нанимает адвоката Кирилла Полянского, чтобы купить в Ванинске здание, в котором раньше работал его отец, и открыть там барбершоп. Пятая и шестая серия. Артём открывает барбершоп, а управляющий предлагает стать Нике. Таким образом, он сможет, не вызывая подозрений, общаться с ней и в то же время всегда быть рядом, чтобы защитить. В Москве Гранцкий нанимает двух киллеров, которые убивают московского посредника, всветшего Гранцкого с женщиной из Швеции. Следующие на очереди она и Артём Воронов. Решая организационные вопросы, связанные с открытием барбершопа, Тёма конфликтует с местным бандитом Гариком. Гарик назначает ему встречу, на которой пытается убить. Скандал между Гариком и Артёмом доходит до Серого, который даёт понять, что недоволен помощником. Происходит знакомство Серого с Тёмой Денисом. Хозяин города разрешает ему приносить деньги напрямую. Увидев по телевидению информацию о вознаграждении за свидетелем перестрелки в Ванинске, Медбрат шантажирует Нику. Униженный Гарик похищает Нику и назначает Денису новую встречу. В жёсткой схватке в боксёрском клубе Артём Денис всё же выходит победителем. Седьмая и восьмая серия. Смерть Гарика становится новым ударом по империи Седова. Седой интересуется Денисом и решает лично с ним познакомиться. Денис с Никой получают приглашение на ужин в дом Седова. Во время вечера Денис знакомится с женой Седова, Кирой. 20 лет назад она и Артём любили друг друга. Тогда, узнав, что Артём погиб, Кира пыталась покончить с собой. Врачи её спасли, но не смогли спасти её зрение. Сейчас Кира чувствует, что перед ней Артём. Седой, чтобы вычислить врага, прибегает к услугам Рашида, на которого работают местные бомжи и мелкие уголовники, всегда готовые выследить чужака. Очень скоро Рашид находит в больнице Пашу, а через него планирует выйти на след таинственного типа в капюшоне. Но Ника успевает предупредить брата, что ночью люди Рашида заберут Пашу из больницы, и Денис наносит удар первым. Напомню, с первую по восьмую серию сериала будут выходить на телеканале НТВ с 6 апреля по 2 серии в день. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмём на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Желаем всем 36,6.